20 апреля прошла живая встреча-презентация проекта «Двигатели Дуйнова» в городе Санкт-Петербург. Встреча состоялась в конференц-зале отеля Holiday Inn, куда традиционно пришли участники проекта, инвесторы и партнеры, а также те, кто только начинает знакомство с проектом. Помимо Павла Филиппова и Сергея Мазина, спикером мероприятия выступил Евгений Дуйнов, чье присутствие стало приятным сюрпризом для присутствующих, которые ждали получить больше технической информации о проекте. Своё выступление Евгений начал с того, что в очередной раз подчеркнул важность и своевременность технологии «Славянка» для сохранения комфортного уровня жизни всего человечества в условиях исчерпания и удорожания природных ресурсов. Рассказал, почему у электродвигателей Дуйнова есть все шансы занять лидирующие позиции на российском и международном рынке, а также представил слушателям ряд наиболее известных разработок инженера Дмитрия Дуйнова. Начну по порядку. Там в ФУЕ представлен МППК «Горыныч», аппарат плазменной сварки резки, другой термообработки. Это наша предыдущая разработка, которую мы провели от идеи до начала продаж, выводы на рынок, маркетинга, рекламы. Также там представлен двигатель DA100S. Это производимый мелкосерийно в Китае мотор с нашими обмотками, который был модернизирован по нашей технологии и предназначается для использования в мотоциклах, мопедах и лёгких электромобилях. Также там представлены образцы деталей двигателей, вырезанных на лазере нашем, спроектированных по нашим технологиям, а также статор. Мотор-колеса 186 габарита. Здесь вы можете наблюдать двигатель 318 габарита, достаточно крупный, тяжёлый. У нас смонтирована в раме версия. Это один из ходовых опытных образцов, который мы используем для тестирования мотор-колёс, тестирования привода, потому как цифры на стенде, они дают достаточно хорошую точную информацию о характеристиках, но требуется также узнать какие-то его ездовые характеристики, эксплуатационные характеристики. Это одна из рам, один из байков, на которых мы ведём отработку технологии мотор-колеса. Данный мотор развивает мощность до 20 кВт и выдаёт вращающий момент до 200 ньютон-метров на колесо уже. К примеру, у какого-нибудь четырёхтактного двигателя китайского мотоцикла, 250-кубового на двигателе в вращающий момент около 20 ньютон-метров. У него ещё есть трансмиссия, коробка, цепь. Данный мотор в сборе вместе с колесом ободом весит 17 килограмм, но это пока лишь опытный образец, поэтому его вес был значительно завышен с учётом того, что он делается на универсальных станках, и изготовитель может просто промахнуться по размерам, поэтому для обеспечения точности приходится сильно увеличивать все толщины, размеры, и колесо весит больше. А также мы разработали двигатель 186-го габарита, он значительно легче по весу, но имеет несколько меньшую мощность. Этот двигатель, как раз касаясь классовой энергоэффективности, он в корпусе Е1 имеет характеристики двигателя Е3 и соответствует новым европейским стандартам. Сейчас, кроме европейских стран, практически никто не производит асинхронные двигатели этого класса энергоэффективности. И европейским компаниям зачастую приходится прибегать к закупке моторов в Китае, так называемых BDC-бесколлекторных моторов, для производства которых требуются постоянные магниты, сырьё для которых добывается в основном в Китае. Но здесь есть один очень важный нюанс. Данное сырьё добывается в ограниченных количествах. И сейчас, к примеру, требуется порядка 250 тонн неодима в год, но китайская промышленность может обеспечить поставками только 150 тонн. Насколько я помню правильные цифры. И соответственно, имеется на рынке широкая ниша незанятая, на которую мы можем в любом случае выходить, как с мотор-колёсами, так и с другими моторами. И покрыть потребность 250 тонн промышленность сможет только через 7-8 лет, что связано со скоростью строительства шахт и подвижения забоев, так как это сопряжено с выбросами вредных веществ и радиацией. Но через 7-8 лет, как, думаю, вы можете себе представить, насколько возрастёт уже потребность в данных материалах. Поэтому единственный способ заполнить эту нишу – это производство новых энергоэффективных асинхронных двигателей. Так что этот мотор – это одна из достаточно важных вех развития нашей компании, и он представлен здесь сейчас. Он, как правило, на габарит больше, и по стоимости иногда в 10 раз превосходит двигатель Е1 за счёт применения дорогих материалов и сложных технологий их обработки для обеспечения достаточно высоких КПД и прочих энергетических характеристик. Хочу сказать ещё несколько слов о том, насколько важен может быть проект современного человечества. Когда-то давно человек научился сельскому хозяйству. По необходимости заниматься кочевым образом жизни. Человек смог построить в одном месте уже каком-то свои дома, обосноваться прочно и жить более комфортной жизнью. Через практически тысячу лет после этого, даже не одну, человек изобрел паровой двигатель. Это привело к индустриальной революции, после которой человек уже смог накапливать некие достаточные запасы провизии, вещей, которые ему позволяли существовать, не занимаясь постоянно практически какими-то вопросами своего собственного выживания. Уже позаботиться о комфорте более широких масс населения. После паровых двигателей, после промышленной революции появился электрический двигатель в конце 19-го, начале 20-го века. И именно электрические двигатели сделали нашу цивилизацию такой, какой мы видим её сейчас. Асинхронный двигатель — это самый востребованный тип электрических машин, потому что именно они качают воду в ваши дома, везут в большинстве своём поезда, вращают шпинды или станков, которые занимаются изготовлением практически всех вещей, которые вы используете в повседневной жизни. Без них невозможно представить себе современного человека. Однако раньше стояла задача насытить мир, насытить рынок достаточным количеством электрических машин, чтобы покрыть все нужды человека. Сейчас главный вызов перед человеческой цивилизацией — это сохранить для нас наш текущий достаточно комфортный и сытый образ жизни. Но ресурсы нашей планеты не безграничны. Поэтому сейчас главный вызов нашей цивилизации — это сохранение ресурсов, в том числе энергетических. Поэтому сейчас были приняты стандарты двигателей Е3, о которых говорилось раньше. И Россия не производит моторов, которые бы им соответствовали. Сейчас производимая масса серийных электродвигателей высоких классов энергоэффективности по размеру и габаритам больше, чем старые машины. А стоимость их зачастую в десяток раз выше, чем у обычных асинхроников класса E1. Поэтому сейчас те, кто смогут наладить производство новых, соответствующих современным требованиям двигателей, они станут остальными игроками на рынке. Как когда на заре развития электронных технологий появились компании Microsoft, Apple, которые сейчас являются одними из крупнейших мировых компаний и полностью являются законодателями рынка, так и сейчас те компании, которые смогут заняться производством, проектированием, что немаловажно, новых двигателей, соответствующих современным требованиям, они станут основными игроками на рынке. И у нашей компании есть все шансы для того, чтобы занять эту нишу. Поэтому вы сейчас, все, кто находится в зале, можете стать участниками компании, которая может стать одним из крупнейших игроков на международном рынке. Встреча прошла в конструктивной атмосфере взаимодействия и оставила приятное впечатление как у организаторов, так и у участников. А если вы и дальше хотите получать самую свежую и актуальную информацию из жизни проекта двигателей Дуйнова, обязательно подписывайтесь на наш канал, наши социальные сети и, конечно, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Буду вам очень признателен, если вы сделаете репост этого видео. Таким образом, вы очень сильно поможете в развитии проекта. С вами был Александр Сударев, до новых встреч!